Всем большой привет! Предлагаю сегодня вместе провести несколько минут. И я постараюсь показать вам много-много всего интересного. Как всегда, обсудим удачные и неудачные покупки. Ну и, конечно, не обойдется без фикс-прайс. Даже сейчас, я думаю, вы уже поняли, что много чего на этой картинке есть из фикс-прайс. Вот эта вот тарелка когда-то приобретена в фикс-прайс. Обожаю ее. У меня их три. Четвертую так и не удалось приобрести, но качество просто бомбическое. Я понимаю, что для многих, например, такие погрешности, как какая-нибудь тут вот в покраске небольшая царапинка или что-то такое, может быть серьезным препятствием в покупке, но для меня нет. И я считаю, что эти тарелки просто крутые. Они невероятно классно декорируются. Можно их использовать как угодно. Вот эту вот банку я тоже покупала сто лет назад в магазине фикс-прайс. Здесь были железные такие клепки. Резиновая здесь была цветная какая-то вот прокладочка небольшая между крышкой и самой банкой. И я ее просто немножко переделала. Здесь была у меня табличка из пробки. Пробковая была салфетка порезана. Но знаете, так получилось, что девчонки ее отколупали. Но при этом я все равно продолжаю здесь хранить мятный чай. Мне очень нравится. Удобно для меня так. И я просто обожаю эти вещи из магазина фикс-прайс. Сейчас попью чайку и дальше буду вам рассказывать, какие интересности сегодня вас ожидают в видео. Я сегодня в таком вот ненакрашенном виде перед вами и не случайно. Дело в том, что только что приняла ванну и поймала себя на мысли, что уже второй месяц подряд я мою волосы. Вот такие вот шампуни. Я думаю, что он многим будет знаком, потому что он продается в магазине фикс-прайс за 99 рублей. Я не знаю, верить этому составу или нет, но он здесь написан на русском языке. Я как-то уже рассказывала. И по составу здесь нет никаких парабенов, силиконов, нет содиум-лориоцульфата, а есть совершенно другие компоненты, натуральные. И как бы за счет этого, знаете, вот волосы прям, я не знаю, видно вам, нет? Они блестят, не магнитятся. Я мою волосы один раз в 4 дня. И я очень довольна качеством волос. Они такие мягкие. Я не пользуюсь никакими масками дополнительными, бальзамами. То есть как бы волосы сами по себе, вот благодаря, наверное, этому все-таки шампунь, такие рассыпчатые. Много девчонок мне писали про то, что этот шампунь понравился и прекрасно работает на волосах. И я думаю, что если вы еще не купили, вы просто обязаны его попробовать. Он нереально классный, просто вот мне очень сильно нравится. А в сегодняшнем видео вас ждет много интересного, в том числе. Мои классные, удачные находки и на Вайлдрис. И я себя порадовала парфюмом. И еще много всего классного. Смотрим. Девчонки, представляете, на днях ко мне приезжала подруга, с которой мы очень давно не виделись. И она мне подарила вот такую красивую зубную щетку. Я не могла ее вам не показать, потому что, оказывается, ее можно заказать онлайн. И я ссылку оставлю вам на всякий случай. Но почему хочу поделиться с вами? Потому что мне кажется, что это действительно прекрасный подарок. Вот я получила ее в подарок, я несказанно рада. Хотя у меня есть электрическая щетка, немножко другая. Но она, скажем так, более стационарная, наверное. То есть прямо она такая большая, тяжелая, объемная. И, ну, как бы не могла не обрадоваться этой. И знаете почему? Потому что здесь в комплекте, представляете, идет 12 насадок. Ну, как мы все с вами знаем, насадку нужно менять один раз в три месяца. И это просто очень круто. Она невероятно классная. Здесь мега количество функций самых разных. Я сейчас про все вам расскажу быстренько, чтобы вы понимали. Но мне особенно понравилось, знаете, она так красиво выполнена. Такой прям красивый корпус. Я даже подумаю, может быть, мне мою щетку пока на время отложить. И вот пользоваться этой. Очень крутая. Для подарка, мне кажется, это крутейшая вещь. Ну, и как бы можно такую щетку подарить себе. Почему нет? Здесь есть шнурок USB для зарядки. Я, признаюсь, еще ни разу ее не заряжала. Совершенно ни разу. Как она вообще включается? Представляю. О! А, здесь защитная насадка. Слушайте, ну она так тихо работает. Прям тихо-тихо. Тут что-то моргает. Сейчас будем смотреть с вами. Оп, выключила. Ну, в общем, сейчас буду читать инструкцию. Заодно с вами поделюсь. Мне кажется, она просто мега крутая. Потому что удобная. Вот вы, например, насадку не используете. Раз, закрыли и все положили. Красивый дизайн. Очень красивый. Здесь уже за вас все продумано. Все вот эти вот, пожалуйста, запасные насадки. И вот такая вот инструкция. Сейчас посмотрим с вами. По самой щетке. Вот эта вот большая кнопка. Это кнопка переключения режимов. Вот это вот кнопка мощности. То есть вы нажали один раз. Одна лампочка загорелась. Два раза. Две лампочки горят. Три раза нажали. Три лампочки горят. То есть это максимальная мощность. Дальше вот это вот все. Это у нас режимы. Режимы чистки. И вот этот вот самый нижний. Это индикатор батареи. Насколько она заряжена. То есть если она зелененьким горит, все замечательно. Если красненькая, значит уже разрядилась. Про режимы чистки. Значит здесь режимы чистки для чувствительных зубов. Для просто очистки. Для белизны. Для полировки. И массаж. Насколько я понимаю, здесь входное напряжение. 1 ампер. Номинальная мощность 3 ватта. Сенсорный переключатель. Светодиодный свет. Ну мы как бы уже с вами поняли. И значит срок службы батареи 1460 минут. Представляете? Время зарядки от 7 до 12 часов. Ну вот я ее пока ни разу не заряжала. То есть заряд, вот как мне ее подарили, так она есть. Индикатор низкого заряда батареи здесь мигает. И значит разбирается она, я вам уже показала, достаточно просто. Сейчас попробую надеть насадку. Вы только посмотрите, как это все выглядит элегантно и красиво. Очень такая вот маленькая, мягкая щеточка. Щетина приятная, негрубая. Я думаю, что для полировки как раз зубов она вообще потрясающе просто. Я не люблю, когда у щеток вот такие огромные прям щетинки. И мне нравятся вот такие аккуратные маленькие. И чистка превращается в сплошное удовольствие. Насколько я поняла, щетка называется Nandmi. И вот сам корпус, он знаете, такой не белый, а цвета, наверное, слоновой кости. Очень красиво смотрится. Потрясающая щетка. Еще раз спасибо большое за подарок. И девчонки, и мальчишки, присмотрите, щетка крутая просто. Просто однозначно и для подарка, и для себя любимого, чтобы порадовать. Мне кажется, эта вещь просто классная. Совсем забыла вам показать, как заряжается эта щетка. Я говорила, что есть в комплекте вот такой вот шнурок USB. Вот здесь вот выход Type-C. И где, думаете, находится зарядка? А вот здесь вот прям внизу щетки вот так вот отодвигается, открывается. Здесь двойной получается вот такой вот колпачок силиконовый. То есть вода не попадет. И вот сюда вот шнур Type-C ставится, и она благополучно заряжается. Это щеточка. Потом после зарядки все герметично закрываете обратно. И щетка готова к эксплуатации. Пожалуйста. Очень удобно, классно. И мне кажется, такой вариант прям для меня, во всяком случае, точно она будет походным вариантом отличным. Но можно и дома пользоваться, потому что невероятное количество сменных насадок. Достать их очень легко и просто. Здесь все так вот продумано, аккуратно, классно. Супер щетка, точно рекомендую, однозначно. Вот прям от души. Кстати, девчонки, которые меня спрашивали по поводу вот этих вот корзинок. Не намокают ли они, не портятся ли они и так далее. Кто еще не понял, это на самом деле кашпо из магазина FixPrice. У меня здесь в ванной, они уже не первый месяц. Я очень довольна качеством. Они помогают мне организовать пространство. И таким вот образом все там скрыто. При этом, нет, девчонки, они не намокают. Они прекрасно здесь просто вписались. Как по размеру, так и по содержимому, как вы уже поняли. Я очень довольна. Цена 199 рублей за одно кашпо. Во многих FixPrice магазинах еще можно их выловить. Поэтому я бы рекомендовала присмотреться. Они мега крутые. Мне кажется, что это отличный вариант для организации пространства. Я думаю, те, кто на моем канале давным-давно уже знают, что я люблю разные ароматы. У меня по сезонам довольно большая коллекция. Ну, если по средним меркам, да. Но вот я очень-очень давно не покупала себе ничего нового. Не знаю, почему. Как-то вот я привыкла, что ли, к каким-то определенным ароматам и все. Но все-таки любопытство и вот интерес. Мне хочется познакомиться с какими-то новыми ароматами. Возможно, чтобы у меня появились новые фавориты. Но я давно не заходила ни в Литуаль, ни в Ревгош, ни в... Ну, вообще просто. И покупать целыми флаконами теперь уже наугад довольно проблематично. Это дорого, я вам скажу. И ошибиться очень не хочется. Так вот, на канале у блогера Алиса Блэк я давно ее смотрю уже. Я не раз видела обзоры вот на такие вот наборы. Из магазина Рандеву топ-8 ароматов. По полтора миллилитра. Здесь такие как будто бы пробнички. Которые, кстати, можно удобно потом таскать с собой в косметичке. Это прям супер классно. Если аромат сильно полюбился, то есть вы его постоянно носите с собой в косметичке. Пробуйте его наносить. И смотрите, как долго он держится именно на вас. А потом принимайте решение, купить вам его или нет. Мне кажется, это прям очень круто. Так вот, я сделала заказ. В подарок мне к заказу положили вот такой вот пробничек аромата Олимпия. Кстати, все ароматы заявлены как оригиналы. То есть это, по сути, отливанты оригиналов. Поэтому я думаю, что, ну, как бы посмотрим, как они будут носиться. Я, естественно, каждый аромат буду пробовать на себе. И вот такая вот классная шкатулочка приезжает. Там, я так поняла, несколько самых разнообразных вот таких вот комплектов. Вы можете посмотреть по названиям и выбрать подходящий вам. Не все ароматы в этой коробочке были для меня знакомыми. Я выбрала вот такой набор. Ссылку, короче, я вам оставлю. И промо-код, кстати, который позволит вам сэкономить. Тоже, я думаю, вам пригодится. Какие здесь ароматы? Я буду вот здесь вот плашечки добавлять. Что это за аромат? И вы знаете, девчонки, я не знаю, то ли я изголодалась по ароматам, то ли что это такое. Но все ароматы из этой вот коробочки мне понравились. Я считаю, что на предстоящий сезон осень это прям вообще супер. И я думаю, что еще буду заказывать однозначно, потому что... Смотрите, значит, здесь у меня эскада, пробничек. Дальше гуччи. Кстати, вот смотрите, чтобы вы просто понимали. Вот это вот полтора миллилитра, да. Как будто попухлее выглядит. Но по факту, вот, вы можете видеть, что он значительно меньше по объему, то, что вы получите. Я думаю, что выгодно заказывать. То есть вы одного флакона, как на сайте сказано, хватает на 35 таких вот пшиков. То есть я думаю, что это прям очень долгий такой хороший затест. Лакост это вообще мой фаворит во все времена. Но здесь вот версия Rose Woman. Не знаю, о нем ничего. Гуччи Гилти. Здесь у нас Dolce & Gabbana Light Blue. Здесь у меня Narcissa Rodriguez For Her. И Salvatore Ferragama Ocean DC. Все будут здесь плашки сбоку. Я все буду показывать вам ароматы. О чем, что это вообще. Как выглядят полные версии, имеется в виду. Джорджо Армани. Что тут у нас? Sea. И, кстати, Sea у меня был аромат Джорджо Армани. По-моему, там полфлакона у меня еще оставалось. Он к маме уехал. Вот. Yves Saint Laurent Libre. В общем, я буду пробовать все эти ароматы, тестировать. Насколько долго они держатся. И с вами обязательно делиться в комментариях. Скорее всего, в Телеграм буду публиковать отзывы. Пока у меня очень большой был интерес вот к этому аромату Олимпия. Я на осень очень люблю такие вот насыщенные ароматы прям. И несмотря на то, что флакон там вроде бы такой вот, знаете, заявлен-то, ну, не сильно яркий, но все же аромат очень насыщенный. Этот аромат Олимпия почему-то мне напомнил, знаете, вот этот вот опиум от Yves Saint Laurent. Очень сильно похож по слышимости, по такой насыщенности именно. Что-то такое, отдаленные ноты есть. Явно здесь есть в составе ваниль. Почему-то мне показалось. Ну, в общем, будут смотреть. И обязательно потестирую. Думаю, мне понравится. Ну, а остальные, я думаю, вы и так поняли, что эта коробочка прям мне сильно зашла. Я буду тестировать и делиться с вами, как они вообще держатся именно на мне в течение дня. Но я думаю, что проблем не будет. Очень такие классные ароматы. Коробочка приятная. Именно ее точно могу рекомендовать. Крутая просто. Напишите мне, хотели бы вы такие обзоры на моем канале. Я буду делиться с вами впечатлением. В том числе могу показать мою обновленную коллекцию уже парфюмов. Я, кстати, по сезонам. Я как-то уже показывала, по-моему, на лето, какие ароматы у меня. И вот сейчас на осень я буду полностью менять линейку. И вот хочу какие-то новинки себе приобрести. Будем смотреть вместе. Знаете, что я заливаю свечи сама. Редко, когда покупаю, только если ради формы. Например, в магазине Фикс Прайс я покупаю себе свечи. Фикс Прайс. Вот сейчас можно найти такие вот свечи. Я покупала в белом цвете. И, знаете, она у меня лопнула, когда горела. То есть фитиль оказался очень близко к вот этой вот внешней стенке, видимо. И она прям лопнула и потекла. В общем, я ее выбросила. Вот эту свечу еще не жгла. И у меня есть точно такой же вот стаканчик из другой немножко серии. В зеленом стекле тоже вообще бомбически смотрится. Я его постоянно перезаливаю. Нравится. Так что если вот для формы, я бы рекомендовала присмотреться к таким свечам Фикс Прайс. Можно сюда потом просто деревянные фитили ставить. Еще в Фикс Прайс сейчас продаются вот такие вот подсвечники. Там внутри есть вот такая вот штуковина. Ее легко можно убрать. Но у меня вот вообще легко отклеилось. И я хочу сейчас вот этот вот подсвечник просто залить. Сделать сюда два деревянных фитиля. Посмотреть, как это все будет выглядеть. И как раз вот этот вот кокосовый воск хочу туда залить. В этот раз я заказала кокосовый воск. У меня это уже третий заказ кокосового воска. До этого еще брала несколько раз соевый. Очень нравится. Получается, кстати, девчонки гораздо более экономично. Если покупать, например, вот, ну считайте, одна вот такая свеча. Она стоит сколько? 199 рублей, да, вроде бы. Здесь килограмм, килограмм воска. Его хватает на несколько заливок. То есть он когда растапливается. И в среднем это, наверное, ну вот за килограмм я обычно плачу где-то, может быть, ну, рублей 900. Не больше. Вот. В Сенсей я тоже покупала вот такие вот свечи с деревянными крышками. Она уже прогорела. Здесь был деревянный фитиль. Крепление осталось. Я не выбрасываю. Вычищу отсюда воск. И уже залью сюда вот как раз кокосовый. И еще на Вайлберрис я многократно заказывала вот такие вот свечи. Тоже они ароматизированы. Здесь уже перезалитая свеча. Она не до конца еще прогорела. Буду ее дожигать. И потом сюда залью свежую свечу уже. Мне очень нравится форму перезаливать заново. И в этот раз я заказала себе фитили уже у другого продавца. Вроде бы с эффектом потрескивания они должны быть. Но я не знаю. Обычно подобные фитили должны быть двойные. Посмотрим, как эти будут себя вести. Здесь 20 штук в наборе. Это не так дорого, как может показаться. Но когда вы регулярно перезаливаете свечи, можно их заливать вообще в любую абсолютно форму, которая вам нравится. И при этом создавать какие-то красивые интерьерные свечи. Вот этот воск я беру впервые. До этого брала соевый в прошлый раз. И он мне не очень понравился. Потому взяла кокосовый. Почему соевый не понравился? Я когда заливала свечи, они после застывания, некоторые свечи были такие вот как бы с ямками что ли. Мне это не понравилось. Вот этот воск хвалили. Попробую. Посмотрим, как будет себя вести. Еще заказала себе вот такой вот соль бешафит. Ну, в общем, родные отдыхали в санатории. Березовая роща здесь под Тюменью. Ну, как не под Тюменью, в Елуторовске. И там прошли курс вот таких вот солевых ванн. Знаете, очень хвалили. Ну, то есть, как бы отзывы хорошие. Есть, конечно, противопоказания. Надо сразу с ними ознакомиться. И я вот в Телеграм писала. Девочки мне некоторые ответили на вопрос о том, как все-таки дозировать и так далее. Ну, в общем, дозировки должны быть очень умеренные, конечно же. И полностью погружаться нельзя. То есть, давление может быть и так далее. Поэтому нужно с осторожностью к таким вещам относиться. Зачем я заказала? У меня очень сильная отечность. Постоянно текают ноги. Ну, как бы это, опять же, особенности лимфодренажной системы. Ну, как бы так работает. Поэтому мне нужны такие ванночки обязательно. И вот я заказала себе маленькую упаковку и большую упаковку другого производителя. Там вообще 5 килограмм. Здесь 500 грамм всего лишь-то. И буду пробовать, как это все дело работает. Надеюсь, что все будет хорошо. Я, наконец-то, начала высыпаться. И как-то даже успокоилась. Хотя, знаете, в ежедневной рутине это бывает очень сложно сделать. Но мне помог препарат Силанг. Я вам о нем уже рассказывала. Довольно простое применение. Просто вот буквально вот так вот закапываю. И аккуратненько прижимаю. Я говорила о том, что необходима консультация врача в любом случае перед приемом любого препарата. Но мне препарат помог. И поэтому я делюсь с вами. На самом деле он работает. Вот сколько? Почти полмесяца прошло. И я прям вообще как будто бы, знаете, восстановилась. Все. Все теперь как-то встала на свои места. И даже планы я теперь строю гораздо более как-то так структурировано, что ли. Короче, довольна однозначно. Девчонки, в магазине FixPrice увидела вот такие вот свечи. Там они есть в нескольких расцветках. И решила купить потому, что на упаковке было сказано, что это у нас свеча из вощины, натуральной, 100% пчелиный воск, высочайшего качества. Поэтому является эко-продуктом. Значит, все бы ничего, вот честно. Но у меня есть свечи из интернет-магазина, которые я заказывала не так давно. Так вот эта вот свеча пахнет по-другому. И качество воска здесь, конечно, совсем другое. И скручена свеча по-другому. Очень плотно. То есть фитилек не болтается. Вот эта вот свеча как-то странно пахнет. Знаете, не столько воском, сколько, наверное, каким-то странным пластиком. Не знаю почему, что это за вощина. Но точно не высочайшего качества, уж простите. Цену я напишу здесь, сейчас не помню. Скручена она наскоренькую. Фитиль здесь слабо закреплен. Я не уверена, что безопасно будет сжечь эту свечу где-то без присмотра. То есть я к тому, что если вы их купите, то обязательно без присмотра такую свечу не оставляйте. Воск здесь какой-то очень такой хлипенький, если это действительно воск. Он как-то так вот прям мягонько. То есть она, конечно, скручена, но недостаточно плотно. Вот для сравнения свеча она очень плотно скручена. Очень. То есть ну прям вообще небо и земля, да. И как бы сам по себе, вот смотрите, ячейки, конечно, может и похожи, но вот это вот более матовое. Здесь прям такой пластмассовый блеск какой-то, не знаю. Решила сравнить для вас, вдруг кому будет полезно. Наверное, есть люди, которые сомневаются купить, не купить. В общем, подумайте. Продолжение следует...